Открытый диалог с Александром Непомнящим Итак, подошло время очередной встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, наши радиослушатели и видеозрители. Ну что ж, давайте начнем с политики нового правительства израильского. Ну, новое, относительно новое. Уже успело так же, как и наше правительство, нагородить. Да, наше правительство формально уже перешло те самые 100 дней, которые в Израиле почему-то принято давать свежему правительству. Типа первые 100 дней оно еще не знает, что делает. Такое впечатление, что правительство — это не то, что выбирает для того, чтобы оно знало, что делало, а вот такая просто как бы почетная должность. Ну, так или иначе, 100 дней нашего нового правительства прошли. И действительно, в пору, ну не то чтобы подвести итоги, пока еще как бы это рано, но немножко увидеть глобально в перспективе, так сказать, в прошлом и в будущем, посмотреть на политику нашего правительства. И в первую очередь политику по одной из самых, в общем-то, серьезных и важных тем по теме ядерной угрозы со стороны Ирана. И здесь, конечно, оценка нашего правительства, точнее, избранная политика, стратегия, она совершенно катастрофична, абсолютно неприемлема с точки зрения выживания Израиля. И сейчас я попробую поговорить об этом подробнее, как часто мы это делаем. Я буду развивать здесь идеи, которые приводятся в статье Каролины Глик. И перевод этой новой статьи Каролины Глик на русский язык вы сможете найти на сайте «Еврейского мира» и в газете «Еврейский мир», и, в общем, на тех блогах, которые публикуют мои статьи. И через несколько дней, я думаю, она появится в переводе на русский язык, ну а на иврике, на английском, «Каролины» можно почитать в газете «Еврейский мир». Так вот, буквально на прошлой неделе журнал «Форайн Полиси» опубликовал интервью с министром обороны Бенни Гансом. И в нём Ганс сказал, что Израиль отказался от своего несогласия с планом администрации Байдена вернуться к ядерной сделке 2015 года с Ираном. Заявление Ганса, в общем, ясно показало, как правительство Лобида Ганса Беннета реализует стратегию борьбы с ядерной программой Ирана. И эта демонстрация, как я уже сказал, вызывает очень серьёзную и глубокую тревогу. На самом деле, в последние несколько недель и месяцев в дискурсе о ядерной программе Ирана доминирует вопрос о том, насколько Иран далёк от ядерного прорыва. Что такое ядерный прорыв? Ядерный прорыв — это момент, начиная с которого государство получает независимую возможность по своему желанию создать ядерное оружие в относительно короткие сроки. Такие государства, кстати, называются пороговыми ядерными державами. И вот вскоре после вступления в должность в январе 2021 года, нашего этого года, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Ирану осталось 3-4 месяца до ядерного прорыва. Теперь, спустя 8 месяцев, администрация Байдена заявляет, что Иран находится всего в месяце от ядерного прорыва. На самом деле, в противоречии или в размытости этих достаточно тревожных заявлений нет ничего нового. Например, в феврале 2020 года США подсчитали, что до ядерного прорыва Ирана остаётся около 4 месяцев. В 2015 году, накануне реализации совместного всеобъемлющего плана действий, то есть той самой пресловутой ядерной сделки с Ираном, США и партнёры США говорили, что без этой сделки Иран уже через 3 месяца откажется на ядерном породе. А сделка, заявляли администрация Обама и её партнёры, удержит Иран на расстоянии года от ядерного прорыва. При этом сторонние эксперты, надо заметить, считались, что всё равно иначе, так, бывший старший ядерный инспектор ООН, заместитель генерального директора МАГАТЭ в прошлом по вопросам гарантии безопасности Оли Хейнонен, это финский политик и учёный, он сказал тогда, что в лучшем случае, если Иран будет выполнять условия сделки, он будет находиться всего в 7 месяцах от превращения в пороговую ядерную державу. Законец, со своей стороны, тогдашний президент Барак Обама признал, что по окончании срока действия ядерной сделки СВПД, так называемого, в 2025 году, то есть до которого осталось всего 4 года, время ядерного прорыва Ирана сократится до нуля. То есть Обама признал, по сути дела, что сама по себе эта сделка, которую подписывали с Ираном, многие думали, что это сделка, которая должна предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Но совершенно не так. Эта сделка фактически придавала легитимацию ядерному потенциалу Ирана только через 10 лет. Но это был 2015 год, то есть через 4 года, в 2025 году. Нами словами, Обама признал, что сама по себе сделка позволит Ирану стать пороговой ядерной державой к 2025 году. Эти противоречия и споры о том, когда Иран сможет создать атомные бомбы по собственному желанию, не означают, что оценки бесполезны. То есть одни считали так, другие считали так. Они являются, на самом деле, важным ориентиром для политиков. И несоответствие между ядерным потенциалом Ирана на момент проведения этих оценок и его предположительными возможностями сегодня не означает, что оценки обязательно были ошибочными. То есть кто-то говорил, что он уже в 2015 году был в нескольких месяцах или даже в годе, или чуть меньше года. Прошло 5 лет с тех пор. А он всё ещё как бы в нескольких месяцах от этого ядерного прорыва. Почему? На самом деле вот эти оценки размытостей или как бы их неопределённость указывают на то, что что-то происходило в это последнее десятилетие или немножко больше, или немножко меньше, что замедлило ядерный прогресс Ирана и не позволило ему достичь ядерного прорыва. Понимаете? Несмотря на его усилия, очевиден прогресс в направлении ядерного финиша. То есть Иран изо всех сил старался достичь вот этого порогового положения. Но он не мог его достичь ни в 2015 году, ни вот 6 лет спустя, а сейчас, в 2021 году. Что же это было? Что помешало Ирану стать ядерной, пороговой ядерной державой ещё несколько лет назад? Если говорить кратко, то это был Израиль. В течение последнего десятилетия Израиль реализовал многомерную стратегию, цель которой состояла в том, чтобы нанести ущерб ядерному, военному, дипломатическому и экономическому потенциалу Ирана о четырём позиции. На ядерном уровне, как в сотрудничестве с США, так и в одиночку, Израиль работал над подрывом ядерных достижений Ирана. Многие учёные-ядерщики Ирана были убиты, мы это помним. Неизвестно, кто их убил, но, в общем, мы догадываемся. Сообщается, что посредством кибератак Израиль неоднократно повреждал центрифлуги Ирана и другие компоненты его ядерной программы. Мы об этом тоже не раз говорили. Там был специальный тяжёлый стол, который взорвался, уничтожил фактически целый комплекс на Танзе, по-моему. Там были вестилотники, которые атаковали другие объекты, в том числе те, на которых происходит обогащение урана. Частые диверсионные операции, предположительно проводимые израильскими офицерами и агентами на территории Ирана, нанесли серьёзно, в некоторых случаях даже необратимый ущерб ядерным объектам Ирана. Одновременно, не связанные напрямую с ядерными вопросами, военные операции Израиля против Ирана были направлены на сокращение вооружённых сил и возможностей Ирана в Сирии. Мы об этом тоже много раз говорили. Израиль достиг беспрецедентного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, которое фактически обеспечило израильским силам карт-бланш, свободную возможность свободно действовать против иранских военных объектов и поставок оружия Хезболе в Сирию. Мы помним, это буквально в среднем каждую неделю Израиль бомбил что-то у иранцев на территории Сирии и российские системы ПВО, хорошие системы ПВО, которые, в принципе, засекают израильские самолёты ещё когда-нибудь в Израиль, они как-то каким-то образом удивительно это всё не видели. И за пределами Сирии Израиль вёл военно-морскую кампанию против военно-морских сил Ирана в Красном море, в Оманском заливе и за его пределами. То есть это была и борьба на ядерном уровне, и борьба на военном уровне. Было ещё дипломатическое направление. Дипломатической точки зрения стойкое противодействие Израиля ядерной сделке 2015 года и с целым любым дипломатическим усилием, которое укрепляли бы как-то Иран, позволило ему сформировать союзы с арабскими государствами. И об этом мы тоже много раз говорили, которым Иран тоже угрожал в Персидском заливе и в Северной Африке. И эти союзы в итоге легли в основу соглашения Авраама. Союзы Израиля с другими врагами Ирана умножили совокупные силы и Израиля, и его арабских партнёров в этих совместных и даже отдельных иногда операциях против Ирана и против его ставленников в Йемене, в Сирии, в Ливане, в Ираке, в секторе Газана, Синае и даже в Африке. И непрерывное дипломатическое наступление Израиля, в первую очередь самого Натаньялу, на ядерную сделку, сделала эту ядерную сделку спорной в глазах широкой мировой общественности. То есть, поскольку Натаньял выступал очень жёстко и очень логично, он объяснял, почему Израиль противостоит ядерной сделке, почему эта сделка плохая. И он таким образом создал целый фронт и в Америке, и на Западе, и по всему миру. И сторонники ядерного умиротворения АйТО, вместо того, чтобы довольно похлопывать друг друга по плечам, были вынуждены перейти к глухой обороне. Они всё время должны были объяснять, почему эта сделка не такая плохая, как объясняет подробно и толково нам Натаньял. Наконец, с экономической точки зрения успешные попытки Израиля убедить администрацию Трампа отказаться от ядерной сделки и восстановить экономические санкции США в отношении Ирана, которые, в свою очередь, были приостановлены администрацией Обамы после принятия сделки. В итоге, когда Трамп вернул эти санкции, то фактически Иран уже не мог воспользоваться плодами своих ядерных достижений. Накануне вступления в должность президента Джо Байдена в Иране царил тяжелейший экономический кризис, который подпитывал, в свою очередь, эволюционные силы по всей стране, по всему Ирану. Иран — большая страна, она многонациональная страна, она в каком-то смысле похожа на Советский Союз бы. Там очень много разных меньшинств национальных, этнических и религиозных. И когда экономический кризис стал размывать общую основу, то Иран затопили демонстрации, массовые, общенациональные демонстрации против режима, и к ним присоединились многие этнические, религиозные, социальные слои Ирана. Они не требовали реформ, они требовали вообще полностью перестроить всё. Они призывали к революции, они требовали сбросить этот режим. Впоследствии такой ситуации были очевидны. Даже если бы режим АйТол переступил бы ядерный порог, как бы он не был бы определен, он бы не смог уже воспользоваться своим статусом ненагдавение, потому что за границей обанкротившийся режим Ирана испытывал затруднения с финансированием своих майонетчных армий из Балы, Хамаса, Исламского джихада, хутов в Йемене, там всяких шиитских милиций в Ираке и в Сирии. А войны-то тем временем нарастали и требовали всё новых средств, новых вложений. Ведь враги Ирана, Израиля, арабские страны объединились против него, помогали друг другу бороться с Ираном и с его ставленником. И внутри страны, внутри Ирана, находилось, как бы, с одной стороны, Иран находился всего в нескольких месяцах или даже неделях от ядерного прорыва, но при этом режим ИТО оставался лишь в нескольких месяцах или даже неделях от восстания, которое при поддержке соседей Ирана могло просто свергнуть в режим. Всё это было, и всего этого больше нет. Заявление Ганса журналу Foreign Policy о том, что новое правительство Израиля отказалось от позиции своего предшественника, активно противившегося плану администрации вернуться к ядерной сделке предшественника Наталья Уковича, означает, что Израиль больше не реализует экономический компонент своей предыдущей стратегии. В конце концов, первым следственным возвращением США к ядерной сделке станет отмена всех экономических санкций США в отношении Ирана. Понимаете? И тогда необременённый санкциями иранский режим очень быстро достигнет уровня экономического процветания, который как минимум стабилизирует внутриполитическую ситуацию внутри страны, таким образом, чтобы обеспечить себе выживание. То есть теперь, когда Иран подпишет какую-нибудь сделку, неважно какую, и с него снимут санкции, потому что Израиль больше не выступает против. Фактически фронт сопротивления сделки развалился. В тот момент, когда израильское правительство говорит, мы не против сделки, мы снимаем свои возражения, то у Байдена больше нет никаких стопоров. И во всем мире, даже у сторонников Израиля и противников сделки, им говорят, а что вы, куда вы лезете? Вот Иран, то есть вот Израиль, никто не против, понимаете? Это очень важно. Когда Израиль был против, то он создавал, как бы придавал легитимности, силы всем тем, кто боролся с этой сделкой. Теперь, когда Израиль не против, то, в общем-то, по сути дела, бороться больше некому, потому что куда вы лезете, если уж даже Израиль согласен, чтобы эта сделка была. Но что эта сделка принесет первым делом? Она снимет санкции, чтобы усилить террористическую войну в Сирии, в Ираке, в Ливане, в Йемене, в Насиная, в секторе Газы против своих врагов. Но у него хватит денег для того, чтобы успокоить население, раздать какие-то, сделать какие-то мелкие реформы, где-то что-то, кого-то подкормить, и всё опять будет хорошо. И таким образом режим стабилизирует ситуацию и обеспечит себя выживанием. Заявление Ганса о том, что Израиль отказывается от экономической составляющей стратегии предыдущего правительства по Ирану, последовало за более ранними шагами правительства. Это же не всё, не только это. И всё вместе оно наглядно демонстрирует все компоненты новой стратегии израильского правительства. Всего через несколько дней после прихода власти правительства Лапида Ганса Беннеттен, министром иностранных дел, и я напомню, сменный премьер-министр, который через полтора года должен уже стать нашим премьер-министром, не дай бог, Гейрлапид официально положил конец прямым действиям Израиля против ядерных установок Ирана, когда заявил, что новое правительство не станет предпринимать неожиданных для администрации Байдена независимых, несогласованных СМИ действий против иранской ядерной программы. То есть раньше Израиль проводил операции военные против иранской ядерной программы, иногда вместе с Соединёнными Штатами. Когда власть сменилась и вместо Трампа, с которым можно было сотрудничать, появилась администрация Байдена, у которой говорят только умиротворение, то Израиль, последний на исходе времени Натаньягу, просто как бы ставил Байдена, вводил в курс дела, но буквально за несколько часов до операции, когда уже помешать было невозможно. Это бесило Байденовскую администрацию, но они не могли ничем не помешать. А теперь пришёл в апиде и сказал, мы не будем предпринимать ничего, не согласовав с Байденом. Но с момента вступления в должность администрация Байдена неоднократно заявляла, что её единственной политикой в отношении Ирана является умиротворение. Никакого насилия, никаких военных операций, только как-то задобрить, только подачки какие-то, улыбнуться, подмигнуть, может быть, подарить что-то ещё. Исследовательная администрация Байдена не готова не сотрудничать с Израилем в саботаже ядерных объектов Ирана, не одобрять какой-либо собственный израильский план. То есть, ладно, уже Америка не будет участвовать в этом, но Байден не будет и одобрять какие-то израильские отдельные варианты, планы какие-то против ядерных объектов Ирана, самостоятельные израильские, без Америки. Но Байден их тоже не одобрит и не разрешит. Таким образом, представив администрации право вета на действия Израиля на этом фронте, Лапида, затем Ганс и Нафтали Беннет фактически прекратили все собственные операции Израиля. Неудивительно, что с тех пор мы больше и не слышали сообщения о каких-либо странных повреждениях на ядерных установках Ирана, понимаете? Оно все куда-то рассосалось, никуда-то рассосалось, пусть-то Израиль перестал этим заниматься. А больше кто это будет? Ихтенштейн или Ихтенштейн не будет? А затем была Россия, которая со своей стороны тоже нанесла удар по военным операциям Израиля против Сирии, когда объявила, что Путин аннулировал соглашение не вмешиваться в операции Израиля против иранских объектов Сирии. И Путин, конечно, поступил с точки зрения Израиля нехорошо. Но логика в этом есть. Он договорился с Натанияу, который был самостоятельный игрок. Израиль был самостоятельным независимым государством, с которым Россия, Путин договорился. А теперь пришло новое правительство, который сказал, мы марионетки, мы сателлиты Байдена. Как Байден скажет, так мы и сделаем. И Путин сказал, тогда я с вами разговаривать не буду. Кто вы такие? Вы марионетки и ставленники. Так я буду с Байденом договариваться и про вас тоже. А вы не лезьте. Вы больше не можете в Сирии летать и делать, что хотите. Потому что теперь я буду вас отстреливать. Потому что вы никто. И теперь Израиль, мы говорили об этом, пытается со стороны Ливана это делать. Получается иногда, иногда не получается. Но Сирия — единственное поле битвы, с которого бежало новое израильское правительство. Вот в чём дело. В конце июля Иран атаковал находящийся во владении фактическом Израиля грузовое судно, грузовое судно, которое было пришвартовано у побережья Амана. И два члена экипажа погибли. Это были не израильтяне, это были моряки. Один, я по-моему, британский, другой румынский. Но это судно, которое принадлежало фактически израильскому владельцу. И раньше бы Израиль немедленно ответил бы как-то. А здесь Израиль не ответил. Ну, был немножко побубнил на дипломатическом уровне. Такое раздражённое пыхтение было, да. Но после этого раздражённого пыхтения больше ничего не случилось. Ганс попыхтел, Беннет попыхтел, Лапик попыхтел, и всё. И точно так же Израиль не смог отомстить, когда иранская оставленница в Ливане Хизбала нанесла ракетный удар по северу Израиля. Помним тоже. Это было совсем недавно. Израиль не ответил. А на прошлой неделе Израиль ничего не сделал, чтобы помешать Ирану доставить топливо в Хизбалле, в Ливан. Мы знаем, пришёл этот огромный танкер, который привёз из Ирана топливо в Хизбалле, чтобы она раздавала в Ливане и получала политические очки и зарабатывала ещё больше себе сил. И эта операция была серьёзным нарушением санкций США в отношении Ирана. Но не Америка. Не вмешалась, естественно. Но и Израиль не вмешался. Теперь, что касается дипломатической кампании Израиля. Дипломатическая кампания Израиля против Ирана была обращена к двум аудиториям. К арабским государствам, которые тоже угрожают Ирану, и к западным обществам, включая, например, демократическую партию, поддерживающую ядерное умиротворение. И в своё время арабы ответили на последовательную дипломатию Израиля, когда приняли еврейское государство как своего союзника. То есть, когда арабы увидели, что Израиль серьёзно и очень эффективно воюет, противостоит Ирану, они сказали, да Бог с ними, с этими палестинскими арабами, которых мы хотели использовать против Израиля, но мы сейчас не хотим использовать их против Израиля, потому что мы не хотим, чтобы Израиль ослаб, потому что Израиль сейчас стал самым главным и самым важным для нас союзником на Ближнем Востоке против нашей реальной опасности, против этого крокодила иранского, который нас собирается сожрать. Так зачем мы будем воевать с Израилем, который, в общем-то, ничего плохого нам не делает? Наоборот, мы будем с ним дружить. Вы помните, соглашение Авраам. Что касается западных держав, отказываясь от признать ядерное умиротворение, Израиль отвергал легитимность решения западных держав обеспечить Тирану программу создания ядерного оружия через эту сделку. Мы уже говорили, что сама эта сделка обамовская 15-го года, она фактически обеспечивала легитимность Тирану через 10 лет иметь ядерное оружие, ни больше, ни меньше. И когда Израиль отвергал эту сделку и говорил, что это неправильный, то, в общем-то, в западном мире были силы, которые говорили, окей, мы видим, что Израиль против, значит, в этом есть какой-то смысл. ведь вот эта самая ядерная сделка СВПД, как её называют по-русски, она не просто сохраняла ядерный потенциал Ирана и позволяла его расширить. Ведь Иран под прикрытием как бы этой сделки он создавал свой ракетный арсенал, который позволял ему уже запускать ядерные боеголовки на ракетах, ракетах, которые могут долететь и до Европы. И ядерная сделка 2015 года, она как бы придавала международную легитимность незаконной ядерной программе, которая была реализована в существенном нарушении подписанного Ираном договора о нераспространении ядерного оружия. Иран подписал этот договор, потом он его нарушал. Фактически в 2015 году Обама всё это отмыл, сказал, теперь всё это будет считаться законным. Но теперь, когда всё это поставлено в сторону, теперь на практическом уровне заявление Ганса о том, что Израиль больше не выступает против плана администрации Байдена по возвращению США к ядерной сделке, означает только одно. Означает, что Израиль отказался от возражений против этого решения Запада легализовать иранскую программу создания ядерного оружия. Вот что мы видим. Мы видим, что стратегия правительства Лапида Ганса Беннета в отношении иранской угрозы состоит из четырёх компонент обратных тому, что делал Натаньяло. И это обратность, это как бы отмена всех этих компонентов. То есть отменив все четыре компонента давней успешности стратегии Израиля по сдерживанию и подругу Ирана, правительство ясно дало понять, что и в остроте борьбы с ядерной программой Ирана состоит в том, чтобы просто поднять белый флаг и капитулировать. То есть теперь Израиль не делает ничего ни на уровне диверсии, ни на уровне военном, останавливаясь, сдерживая Иран, ни на уровне экономическом, отказавшись от проталкивания, лоббирования санкций, ни на уровне дипломатическом. Потому что Израиль теперь умывает руки, говорит, Байден умный, он всё знает, а мы, так сказать, за его спинкой постоим. Но мы уже знаем, как это бывает, стоять за спиной Байдена, например, органцы могут нам сказать об этом подробнее. И вот вместо того, чтобы представить новую стратегию предотвращения перехода Ирана через ядерный порог, правительство сосредоточило свои усилия на пропаганде своей собственной как бы стратегии капитуляции, вранья и бездействия. То есть что они делают? Они теперь просто говорят, вот мы замечательное правительство, мы вернули нормальность государству Израиль, мы изменили то плохое, что делал Натаньяу. То есть так, как будто бы они разговаривают с дебилами, с идиотами, с людьми, которые ничего не помнят, которые не могут сообразить, которые вдруг, вот им сказали теперь, вы знаете, всё, что Натаньяу делал, всё, что на протяжении почти десятилетия удерживал Иран от ядерного прорыва, оказывается, это всё было неправильно, всё было ненужно. Это всё делал плохой и глупый Натаньяу. А вот теперь мы делаем всё правильно. Мы смотрим, мы помним, во-первых, что делал Натаньяу и как это выглядело, к чему это привело, например, к соглашениям Авраама, которые полностью изменили парадигму всего Ближневосточного конфликта. И мы видим, как ведут себя эти ребята, и мы понимаем, что эти ребята просто сдали все позиции. И при этом они оправдывают своё решение пустить всё на самотёк, возлагая вину за своё бездействие на человека, который задумал, реализовал израильскую стратегию, до сих пор не позволявшую Ирану перейти пресловутый ядерный порог. То есть ещё в 2015-2016 году Иран мог стать ядерной державой. Он не стал, потому что Натаньяу мешал, потому что он действовал на четырёх направлениях. И теперь новое правительство говорит, Натаньяу всё дело плохо, всё неправильно делал. А вот мы делаем всё хорошо. И, к сожалению, мы понимаем, что они не делают хорошо, они не делают никак, они просто капитулируют. И эта капитуляция, безусловно, является гораздо даже более тревожным фактором, чем то, что происходит, скажем, в Израиле на фронте с борьбой с коронавирусом, мы в этом еще немножко поговорим сегодня, и в том, что происходит на экономическом фронте, где запущена популистская политика, которая может угробить израильскую экономику и покрыли нанести очень тяжелую щедр. И, конечно, ещё такая же страшная и такая же опасная ситуация, о которой мы говорили в прошлый раз, ситуация с воссозданием процесса Осло, возрождением процесса Осло и возрождением идеи создания арабского государства в идее Самарии, так сказать, под боком у Тель-Аврии. В целом, конечно, сто дней прошло, и единственное, что можно пожелать этому правительству исчезнуть из нашей жизни как можно скорее. Сергей. Да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления. Уважаемые дамы и господа, если у вас есть вопросы, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Сразу после рекламы можете звонить и задавать ваши вопросы. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Но поскольку вопросов нет, то может быть мы сейчас перейдем к следующей теме, а уже в конце, если останется время, примем звонки. Ну, здорово, попробуем. Да, ну, вот как раз дозвонился кто-то. Давайте послушаем. Добрый день. Добрый день. Спасибо за интересную передачу, Александр, и ваш, как говорится, анализ. У меня как вам два таких вопроса. Вот я понимаю, что сейчас происходит это движение влево, но чем занимаются ваши движения вправо, например, партия Ликут, по главе на Тиньяху, он уже отдохнул в Америке, в Гавайях. Ну, я так понимаю, они должны стать стеной против этого новых ОСЛО соглашений и всего того, что происходит. Это первый вопрос. А второй вопрос у меня к вам. Вот эта левая пресса, которая сейчас, как говорится, доминает у вас в стране, кто ее поддерживает? Почему нет такой же поддержки, допустим, правой прессы? Почему правая пресса не объясняет? И какое соотношение между левой и правой прессой? Что сейчас происходит? Почему они не могут объяснить? Все-таки евреи же умные люди. Неужели они настолько, как говорится, не развиты, чтобы понять, где хорошее, а где плохое? Извините, пожалуйста. Спасибо. Вы задаете чудесные вопросы. Они требуют развернутой передачи, причем даже, может быть, не одной, а нескольких. Но если попытаться ответить буквально в нескольких словах, то так, соотношение прессы правой и левой в Израиле примерно так же сейчас, как в Америке. И не было никакой, и вот за 10 лет, до 12 лет, Натаньялу удалось, в общем-то, ему сформировать некоторое количество альтернативной правой прессы. То есть есть один телевизионный канал, не левый, есть одна газета, не левая, есть пара, может быть, радиоканалов, таких достаточно больших, не левых. То есть, и, конечно, сайты существуют, есть какое-то правое пространство, но та же самая проблема, что и в Америке. Многие люди живут внутри своего пузыря. То есть, вот он читает левую прессу, он не выходит за рамки этой левой прессы, поэтому всё, что говорит правая пресса, он просто как бы даже и не знает, и не думает. И пока реальность не взорвётся ему в лицо, как это было, скажем, в начале 2000-х, когда теракты начались, или ракеты полетят на Тель-Авив, до этого времени человек живёт в пузыре и, в общем-то, не понимает, что происходит на самом деле. Теперь, что касается, чем занимается Ликут. Пока в Кнесете были заседания, то Ликут под руководством Натаньяу достаточно жёстко занимался оппозицией. То есть, всё, что должна делать оппозиция на заседаниях парламента, происходило, причём Натаньяу, человек, который спит по 4-5 часов, он и свою команду заставлял тяжело работать. Ну и, конечно, коалиции тоже было плохо и тяжело. Сейчас у нас как бы каникулы, и до конца каникул парламентской деятельности нет. Теперь не парламентская деятельность, то есть, какие-то акции протеста существуют, но они пока на очень маленьком огне, потому что снова общество в целом не готово сейчас выходить на улицу. Многие люди не понимают. То есть, мы вот с вами объясняем это всё, мы говорим об этом, мы указываем на ситуацию. Но есть огромное количество людей в Израиле, которые не понимают, почему, что происходит, какое ОСО, с чего вы взяли Беннеттон правый, и Либерман правый, и САР правый, и объяснить им, что это не так, это занимает время, к сожалению. Если бы у нас было больше времени, я бы коснулся этой темы немножко шире, но вот в общих чертах это вот так и будет. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну а теперь, наверное, к текущим новостям, событиям недели. Да. Значит, тем не менее, несмотря на то, что я сказал, что как бы общество пока живёт в пузыре, часто и не понимает, что происходит, тем не менее, начинает просачиваться, и то, что я говорил, реально взрывается в лицо людям, оно, да, начинает происходить. И в частности, происходит это как бы в направлении борьбы с коронавирусом, потому что когда Натаньял закончил, когда закончилась правительство Натаньяла, то у нас не было, по сути дела, не было короны. То есть она, конечно, была, но люди ходили без масок, все ограничения до единого были сняты, и, в общем-то, всё было очень хорошо. Ну а потом пришло новое правительство, которое сказал, мы не как Натаньял, начало делать всё, что он говорил, не надо делать, чтобы не сгущать ситуацию, не ухудшать ситуацию. И, конечно же, у нас начался взрыв, мы вышли на первые места по всем показателям по заболеваемости, по заражаемости. У нас перестали сообщать, сколько людей умерло, потому что правительству неприятно, что за 100 дней у них умерло больше тысячи человек. Для Израиля это очень много. И вот, на самом деле, главная проблема же в чём была? Говорили, что если, так сказать, не сдерживать коронавирус, то в какой-то момент кончатся силы в больнице. То есть в больнице будет прибывать большое количество больных, и у больниц не будет ни аппаратуры, ни людей, которые смогут заниматься тяжёлыми больными. Окей, многие болеют легко, переносят дома, покашляли, поболели, температура высокая, всё нормально, всё закончилось хорошо. Но те, которые с дополнительными какими-то проблемами, они болеют тяжело, с ними нужно работать, а работать будет некому. Им аппаратов не хватит. И вот буквально в тот день, когда Лоббит на прошлой неделе сообщил о том, что новое правительство изменило страну, в израильской больнице впервые умер больной из-за того, что ему не хватило аппарата ЭКМО, аппарата, который заменяет лёгкие и сердце. Это был чек даже не больной короной. У него был, судя по всему, инфаркт или инсульт или какое-то что-то было с сердцем. Ему нужно было, если в обычной ситуации Израиль — страна с хорошей медициной, его привезли в больницу, и ему всё, что ему нужно было сделать, подключить к аппарату ЭКМО, тот, который заменил бы ему лёгкие и сердце на время, и всё было бы нормально. Скорее всего, этот чек встал бы на ноги. Но аппарата свободного не было, потому что они были все на тяжёлых больных короной, которых стало очень много, гораздо больше, чем Израиль может справиться с ним. И вот в тот самый день, когда Лапид сказал, что он изменил страну, действительно, мы увидели, как он изменил страну. Затем был следующий скандал, когда выяснилось, что Беннет, премьер-министр Беннет, наш второй, то есть у нас есть первый Беннет, второй Лапид, Лапид высказался, что Беннет сделал. На задании правительства по вопросам коронавируса в канун начала учебного года он сказал следующее, вот я же процитирую просто. Значит, там речь шла о том, как в школах с этим бороться. Он сказал, я хочу, чтобы родители ссорились между собой. Всё очень просто. Я хочу, чтобы родители, которые привили своих детей, давили бы на родителей, которые не привили. Понимаете? Это звучит чудовищно. Это звучит чудовищно как бы в квадрате, в кубе, в миллионной степени, когда это произносит премьер-министр. То есть премьер-министр про своих, про людей, которые вы выбрали, чтобы он был их защитником. Он говорит, я хочу справить между собой родителей, которые привили своих детей, которые не привили своих детей, чтобы они давили друг на друга. И чтобы родители, которые привили, чтобы они заставили родителей, которые не привили. Теперь мы с вами об этом уже несколько раз говорили. Я сторонник привил. И я поддерживаю позицию Натаниэлла. Но для меня это звучит совершенно чудовищно. То есть у меня есть дети, которые учатся в школе. Я должен давить на родителей, которые не привили своих детей. Я этим должен заниматься. Да, я хочу, чтобы в классе моих детей дети были привиты. Но я не считаю себя вправе. Вообще, как бы я не могу себе представить, что я буду давить на этих родителей, что я для чего-то... И это говорит премьер-министр, не говорит какой-нибудь политик-радикал, который там пришёл, брякнул на демонстрации. Это говорит премьер-министр, в голове не укладывается. Но это ещё не всё на самом деле. Правительство намерено лишить зелёного паспорта, вот этой самой бумажки о том, что у тебя всё с прививками, всё в порядке, начиная с 3 октября, всех тех, у кого нет третьей прививки. То есть у нас до сих пор были две прививки. Потом стали говорить, надо сделать третью. Возможно, это был разумный шаг. Снова я считаю, что это был разумный шаг. И многие пошли, сделали третью прививку. Другие сказали, нет, это тяжело, это опасно, мы не будем делать третью прививку. И вот правительство, чтобы заставить людей делать третью прививку, говорит, теперь мы отменяем у вас зелёный паспорт, который вы имели за две прививки. Окей, допустим, даже что они считают, у них есть какие-то данные, они считают, что это всё правильно. Но что происходит дальше? оказывается натаньял ведь когда он призвал людей прививаться он закупил у файзер достаточно много вакцины и но были договором выплачивал деньги это стоило дорого но он привез это все страну эти ребята они же не как натаньял не хотят все сделать по-другому они у файзеры новую вакцину не купил то которая была они раздалили обумазану там в газу отправили что-то осталось достаточно много вакцины просрочены просроченный на три месяца что делают эти ребята они говорят у файза дайте нам разрешение что можно использовать просроченную на три месяца вакцину потому что мы сейчас у людей отберем зеленые паспорта для многих это очень важно это их бизнес это их работа то есть они побегут прививаться приваткой свежий свежие вакцины нет мы хотим чтобы они не просроченные вакцины возможно И, возможно, люди, специалисты скажут, что просрочено на три месяца не так страшно. Но это примерно так же, как говорят, идите на красный свет. Когда ты идёшь на красный свет, не факт, что тебя сразу же собьёт машина. Но мы же понимаем, что это статистика, что один человек привьётся такой вакциной, и всё у него будет хорошо, а другому не будет хорошо, потому что какие-то изменения произошли. И это делает правительство. При Натаньялу такого случиться не могло. Но теперь мы ощущаем себя реально страной третьего мира. И в странах третьего мира мы видели, как это происходило в соседних странах. Нам было смешно. Мы видели, как, допустим, заменяли физраствором, чтобы продать куда-то на чёрном рынке эту вакцину. Теперь я не могу гарантировать, что в Израиле этого не происходит, потому что мы стали странной третьего мира, где правительство открыто стравливает между собой родителей привитых и непривитых детей. И может в том числе использовать просроченные вакцины. Сергей, у нас есть вопросы. Давайте ответим, а потом продолжим тогда. Нет, если будут вопросы, я сразу тогда дам знать. Хорошо. Таким образом, как бы, эта ситуация с короной, она очень показательна, потому что то, с чем пришлось правительству сразу же начать работать, и сразу же они показали свою, как бы, весь комплекс и несостоятельность, и какое-то бешеное дилетантство, и какой-то просто вот запредельный гоблинский, что ли, способность напакостить, даже там, где ты думаешь, что, в общем, они не хотят ничего плохого сделать, но у них само так получается. Например, они в своё время критиковали Натаньялу, что у него кабинеты коронавируса редко собираются. На самом деле у него не редко собираются, но им же нужно было как-то его критиковать. И они говорили, вот, коронавирусный кабинет уже не собирался целую неделю, о чём себе там думает Натаньял. И тут мы узнаём. Сначала мы узнали, что два таких светоча нового правительства, Лапид и Либерман, вообще забили, как говорится, на этих заседаниях. Они туда вообще не ходят. А теперь, когда им поставили на вид, сказали, ребята, ну как-то некрасиво, вы говорили, что у Натаньяла плохо работает, вы пришли сюда работать, чтобы всё поменять, а сами даже не ходите на эти заседания. Так теперь они просто не собирают этот кабинет по коронавирусу. То есть уже две недели в Израиле не собирается кабинет по борьбе с эпидемией. Может быть, у нас кончилась эпидемия? Нет, нет и нет. У нас ситуация очень плохая, она продолжает оставаться плохой. Она продолжает оставаться такой, как я, с чего я начал, что у нас больным не хватает инструментов и не хватает обслуживания в некоторых местах, не хватает врачей. У нас ситуация плохая, потому что многие европейские страны, которые раньше равнялись на нас, говорят, вы слишком больны, они закрыли ворота свои, и зритяне хотят туда поехать, им говорят, нет, нет, ребята, из Израиля мы пока не принимаем, потому что вы слишком вы там все больны. То есть мы стали как страна третьего мира, как прокажённые какие-то, как какой-нибудь, прости господи, конь дзебабве, которую никто всерьёз не принимает. И кабинет коронавируса при этом не собирается, потому что ему это всё как бы получается неинтересно и неужно. И на этом фоне они постоянно повторяют свою ложь о том, что вот Натаньяо всё было плохо, а у них всё хорошо. Это очень похоже на то, что происходит у вас в Америке, где у Байдена тоже всё рушится вокруг. Всё просто как бы… А он продолжает говорить, что вот это всё… Во-первых, виноват Трамп в том, что плохого произошло, и во-вторых, всё сейчас замечательно. Вот такая у нас ситуация по линии короны. А вторая ситуация не менее тревожная, я бы сказал, тут даже уже не тревожная, а просто какая-то, знаете, катастрофа какая-то. Недавно у нас правительство, как вы знаете, сейчас состоит из небольшой группы правых перебежчиков, предателей, левых, радикальных левых и братьев-мусульман. Так вот представитель радикальных левых, партии Мерес, Мосси Расчек, известный, он на протяжении последних лет десяти почти как бы ушёл из политики. Я даже думал, что он куда-то, может быть, уже слинял, может быть, он перестал заниматься политикой. Его было не слышно, не видно. Но оказалось, просто это же было из-за того, что Натаньял удержал правительство этих левых радикалов. Он близко даже не подпускал никаким рычагам. И поэтому они завяли там. Теперь они все расцвели пышным цветом. И вот он теперь один из ключевых фигур в новом правительстве Беннета. Как Беннет называл это правительство, это правительство на 10 градусов правее правительства Натаньял. Трудно придумать больший цинизм, чем это. Так вот, этот мастер разум выступал по радио и сказал так. У нас есть соглашение с другими членами коалиции о том, что никаких больше еврейских посёлков в зоне Си, ни маленьких, ни больших, не будет. Никаких, даже самых крошечных форпостов ничего не строится. Если что-то успели эти самые поселенцы, проклятые, зловидные, надвистные, злодеи, создать, после того времени, после той даты, когда мы сформировали правительство, всё должно быть разрушено, и нам Беннет это всё пообещал, что будет разрушено. Ему сказали, правда есть такое? Мы как бы не видели об этом, никто об этом не думал. Он говорит, да, есть, есть такая часть соглашения. И выясняется теперь, что этот Беннет, который бил себя в грудь и говорил, что он великий защитник риск поселения. Он тупо слил радикальным левым всю ситуацию в Иудее и Самарии. Он просто сказал, теперь что происходит, что там может быть? Они хвастались тем, что они выделили на Иудеи и Самарию, на развитие рисков поселений огромные деньги, больше, чем Натаньяло. Потом пришёл один нормальный журналист, как раз один из тех немногих нормальных, которые остались, с Калман-Липским. И он сказал, нет, ребята, вот мы посмотрим, вот-вот-вот данные цифры, ничего не выдали больше, выдали даже немножко меньше. Но не суть, важно же, на что выдали. То есть Натаньяло, он действительно, были времена, когда под давлением Обамы он вообще замораживал строительство, были времена в поселении, были времена, когда он немножко размораживал. Последние годы при Трампе, конечно, строительство шло. Просто об этом не очень говорили. Американская администрация не привлекала внимания, наши тоже не привлекали внимания, шло строительство. Теперь ситуация полностью изменилась, всё заморожено. Разрешили строить внутри поселений. То есть что, например, ну давайте вот футбольное поле построить, ну давайте вот там, значит, какой-нибудь бассейн себе откройте. То есть, по сути дела, поселенческая идея, как поселенческая идея, то есть удержать земли, за которой идёт война, этого больше не происходит. И более того, если какие-нибудь и примчивые, и весёлые ребята, молодые, попробуют какую-нибудь горку занять в государственных земель, то по соглашению с нашими радикальными левами это сразу же всё полностью отменяется. Натаньяло можно и нужно было критиковать, может быть, за недостаточную как бы продвижение поселенческой политики его действия Марии. Но при нём такого просто не могло быть. Он не подпускал левых экстремистов измерив на пушечный выстрел в правительстве. Он, конечно, не подписывал с ним никаких соглашений. И более того, при нём и евреи строились, и арабам в зоне СИ, то есть та часть страны, которой, в общем-то, мы говорили с Трампом о создании суверенитета, о распространении суверенитета, там арабам говорили, нет, ребята, вы тут строиться не будете, потому что это, в общем-то, как бы более-менее закрыто, что-то наше. Что сделал Беннетт? Мало того, что он закрыл строительство еврейских поселений, он разрешил арабам строиться на территории государственных земель в Иудее и Самарии, то есть на нашей земле. То, что они строят вокруг шхемы, вокруг Ромалы, там, где как бы их, это вообще об этом никто не говорит, но они строят теперь на нашей территории. То есть они строят свои форпосты, отбирая у нас землю, и это правительство дало им полный карт-бланш. И это, конечно, вещи гораздо более страшные, на мой взгляд, потому что с короной всё-таки как-то, ну мы преодолеем эту эпидемию. И это вещь обратимая. Для тех семей, которые потеряют людей, это необратимо, да. Но в целом для общества, для народа, как бы мы пройдём эту трагедию и продолжим. Но когда у нас отбирают землю, это практически необратимо, потому что как мы вернём, как мы можем сейчас вернуться в газы? Только войной какой-то, какой-то совершенно совершеннейшим катаклизмом, о котором даже сейчас боятся думать самые правые политики. То же самое происходит в Иудеи-Самалии. У нас отбирают нашу землю. И всё это происходит при правительстве, которое утверждает, что оно гораздо лучше, чем Натаньял, при котором этого всего не было. И что самое страшное, возник в поселенческом эстеблишменте, возникла достаточно влиятельная прослойка, которая поддерживает это правительство. По каким причинам, мне трудно сказать. Я не знаю, является ли это недальновидностью или, так сказать, какой-то вот инертностью мышления, личными проблемами. Я не знаю, чем это предиктовано. Но, по сути дела, сегодня этот инструмент, который в своё время при Рабине, например, или при Пересе, или при Шароне выводил десятки и сотни тысяч людей на демонстрации в защиту страны Израиля, сегодня этот инструмент — совет поселения. Он полностью парализован, потому что во главе этого совета поселений стоит человек, представляющий партию Гидона Сара, то есть партию перебежчиков и кредаций. И этот человек, конечно же, не даёт возможности сейчас вывести людей на демонстрации, а именно совет поселений был тем инструментом, который обеспечивал внепарламентскую борьбу. То есть вот нас в начале передачи нас спросили, что делается. Ликут — партия политическая, и он занимался, по сути дела, политической, парламентской партией. И он это продолжает делать, потому что нотариал человек очень эффективный, просто сейчас мы этого не видим. Идут какие-то подспудные действия, которые, может быть, когда начнётся парламентская сессия, мы увидим, что происходит. Но пока что этого мы всего не видим. Но внепарламентской деятельности не должен был, а как бы всегда занимался совет поселений. Сегодня он полностью парализован, там есть силы, которые кричат «Геволк!», надо что-то делать, спасать, пока всё не поздно. Есть силы, которые говорят «Всё спокойно, всё хорошо, эти ребята знают, что делать, всё будет замечательно». И эта ситуация в каком-то смысле напоминает то, что было в 2005 году при Шароне, когда Шарон тоже расколол правый лагерь. Были люди, которые говорили «Ну, Шарон знает, что делает». Но всё-таки тогда большой совет поселений как инструмент, он был на стороне противников Шарона, и он использовался очень активно для создания демонстрации и мероприятий. Сейчас этого всего нет, и это меня просто очень сильно пугает. Так что, в общем, как бы по Ирану мы сегодня говорили, по Ирану у нас всё очень плохо, по коронавирусу у нас всё очень плохо, по возрождению соглашения Осло у нас всё очень плохо, и как бы пока непонятно, что с экономикой, потому что вроде как вот эта популистская экономика, она зайдёт не сразу, её по частям будут внедрять, и, в общем-то, Натальяу ставил страну с казной, которая ломится от денег, чтобы они там не верещались, что там какие-то бюджетные несоответствия, какие-то, так сказать, чего-то не хватает. Это всё дефицит, это всё враньё. У Израиля отличная экономика, хорошо работающая, и они её начинают сейчас потихонечку крушить. И маленькие, так сказать, как бы проблески, это скорее как бы такие трещинки, которые появляются, у нас в Израиле вдруг исчезло молоко. Как бы совершенно невообразимая вещь, то есть почему вдруг в магазине нет молока, ты приходишь в магазин, молока нет. Или там, где есть, там по одному в руки. Или там есть некоторые магазины на окраинах по три в руки, но тоже ограничены. Теперь это не Советский Союз. Израиль, про него можно было много всего сказать, но даже в самые, так сказать, сразу где-то после 50-х годов голодные, в Израиле с едой не было проблем. То, что производится в Израиле, молоко и яйца, какие-то фрукты, овощи. Не было с этим проблем никогда. Теперь мы видим, что вдруг молоко исчезло. Когда начинаешь искать объяснение, почему, куда исчезло молоко, никто толком сказать не может. Никто не может понять, что происходит. У меня есть очень пессимистичное ощущение, что это предвестие того, что ожидает нас. Теперь, каким образом государство умудрилось напакостить так, чтобы молоко исчезло, это молоко субсидировало. То есть, грубо говоря, его продают по цене, которая не устраивает производителей. Производители получают за него от государства денег. То есть, они производят сколько-то молока, говорят, сколько они произвели, государство им доплачивает, они продают по той цене, которая государство установило. Это глупость, это социализм, это очень плохо, но это часть как бы всех остаточных рудиментов социализма, которые в Израиле здесь до 70-го года просто пышным цветом сливают. А теперь у меня есть ощущение, что у правительства денег нет. Деньги они отдали арабам и раздали всяким мелким организациям, мелким радикальным структурам, чтобы создать свою коалицию. Денег у них нет заплатить, и производители говорят, ну раз вы нам не платите достаточно денег, то мы будем производить меньше молока, потому что нам невыгодно продавать молоко по той цене, по которой вы нас заставляете продавать. И таким образом у нас вдруг возникли проблемы с молочными продуктами, так сказать, дойдем ли мы до талонов. Я вырос в Перми, в Перми уже в 83-м году, я помню, у меня до сих пор станица, был талончик на масло. Я не помню, сколько там было грамм, 250, по-моему, на человек. Дойдем ли мы до ситуации, когда в Израиле будут раздавать талоны на молочные продукты. Хочется очень надеяться, что нет. Но, совершенно очевидно, что с этим правительством мы обязательно вляпаемся в какую-то неприятность, причем в самое ближайшее время. Огромное спасибо, Александр, и до встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова